Добрый день всем! Я уже отработала. Пойдемте на морюшку посмотрим, что там. Какой день у нас сегодня. Ой, по-моему, шторм. Блин. Очень жалко. Потому что вижу двухцветное море. И это, по-моему, Пониэнте или Леванте. Шторм херашит. У меня машина здесь припаркована рядом. Надо съездить по морю посмотреть. Мне кажется, там шторм. И сегодня не морской день, не пляжный. Жалко. Но надо все это уточнить. В общем, есть небольшой шторм. Будет ли он увеличиваться, уменьшаться, не знаю. Я посмотрю тогда, что родственники там пишут. Вот. По WhatsApp. И тогда уже будем судить, ехать на пляж или не ехать. Вообще ничего не предвещало этого. Ветра нет. Обычно, когда шторм, ветер. В общем, еду домой. Вот так вот специально круголяк. Кстати, у нас туристы ходят. Вы знаете, хоть и на самолетах там все страны, типа, они ездят и в Испанию. Как это. Там такая зараза. Ля-ля-ля-ля. Ну, мне кажется, не заразнее, чем другие страны. Смотрю, вот статистику везде. Вот. Но вижу много номеров из Франции. Все на машинах. У меня даже один клиент. Вот. Они в Бургус живут. И они говорят, чем на самолете, мы лучше 12 часов. И мы в Испании, на юге причем, представляете. И много приезжают вот так на машинах. Ой. Одной рукой, конечно, везти машину не очень. Но что не сделаешь ради вас. Я хотела у нас вот там площадь есть такая красивая. Вот. Туда пойти. Но где-то опять стреляют. Какой-то праздник, наверное, будет. И Чарли мой не захотел идти. Вот туда вот хотела. Там такая площадка смотровая красивая. И вид хороший. Как раз оттуда на море посмотреть. Но Чарли не захотел идти, потому что где-то стреляют. Все. Поехала я варить картошечку, пюрешечку с рыбкой. Какая вкусняшка будет. Варится картошечка. Разогревается рыбка. Я здесь себе салатик настругала. С греческим йогуртом и манго. Боже. Это манго нереально. Я его ни с чем не спутаю. Наша манго. Какая-то там домоникана. Летает во рту. Такой вкус офигенный. Вот мне сейчас даже вот закрытыми глазами дайте. Откуда-нибудь оттуда и наше манго. Сразу же даже по запаху. Представляете, я раньше... Мое первое знакомство с манго было в России. Я купила, но я не знала, как его есть. Потому что оно, во-первых, ну вот. Я его купила вот такое вот дубовое. Ну и почистила и начала есть. Думаю, что за морковка? Я морковку не люблю. Ну, как бы не любила. Думаю, что за фигня? И все. Я когда сюда приехала, манго долго не ела, потому что думала, что оно мне не нравится. А тут думаю, дай попробую. Мягкое, думаю, как-то странно. И когда попробовала, все. Это моя любовь. Так что вот так. На десерт у меня сегодня будет манго. Я прям жду, не дождусь, когда она уже... Когда я уже все поем и примусь к нему. Ну все, готово. Всем приятного аппетита. Видите вот эту бутылку? Она меня уже задолбала. Знаете почему? Потому что ездят машины. На нее наезжают. И она такой звук делает. Вот вчера полночи машины приезжали, на нее наезжали. И она вот так хрустела и хрустела. Я сейчас, кстати, блин, не выключила вот это от комаров. Что-то как-то не очень вот это вот у меня. Другая фирма, марка. И слышала сегодня комара. Надо тасик унести. Слышала сегодня комара ухом. Представляете? Вот поэтому... Сегодня сестра ко мне приходила. Сестра мужик приходила краситься. Говорит, Оксана, тебе надо уже подстригаться. Она знает мои эти вкусы. Я говорю, откуда знаешь? Так что да, подстригаться надо. У меня прям уже кудри такие, которые, вы знаете, я их не люблю. Кстати, брови сегодня покрасила под шумок. Ну, я говорю, сестру красила. И себе решила замаливать, намалевать. Она у нас послезавтра, по-моему, уезжает. Улетает. Вот. А знаете, мы что тут на обсуждение ведем второй день? Угу. Вчера в море купались с родственниками. Прививку. Россия же выпустила прививку, правильно? И вот вчера что-то в море купаемся. И что-то там, не знаю, заговорили за этот вирус. Я говорю, да не переживайте вы так. Я говорю, я съезжу в посольство и всем вам привезу прививки. Говорю, я же русская, вы что? Мне же надо, мне полагается. Вот. Они такие. Ну, естественно, никто не доверяет этой прививке. В Испании никто не... И вот по телевизору говорят, что они как бы... Ну, не доверяют ей этой прививке. Вот, что... Сейчас. Что слишком быстро как бы ее сделали, что что-то как-то... Все это подозрительно. Я лед достаю. Делаю кофе. Вот. А у нас в семье есть... Сейчас. Сейчас. Есть учительница одна. Ну, не одна, их несколько. Вот. И это... Ну, говорим что-то за прививки, за прививки. Что, типа, ну, никто не хочет делать ее. И вот я говорю... Ну, все равно говорю, первую ее делают кому? Вот у нас, по крайней мере, говорят. Учителям. Пожилым и... Медикам. И я говорю, вот. Тебе, говорю, первую сделают прививку. Мы на тебя посмотрим. Как ты там? Что ты там? А потом уже подумаем. Делать нам ее или не делать? На кае. Не буду я делать прививки. Я говорю, а надо. Я лучше две маски надену и буду ходить в маске. В общем, да, вот так вот, знаете. Смеемся. Смех и грех. Холодненький. Ну, прививки, конечно, российской никто не доверяет. Ну, поживем, увидим. Я не... Никакой вообще прививки не... Ну, как бы, слишком очень быстро для прививки. Буквально там полгода, за полгода ее сделали. Это очень быстро, мне кажется. Тем более, такой вирус не... Не, как говорят все, незнакомые. Ля-ля-ля-ля-ля. Тут через полгода раз прививка. Ну, поживем, увидим, как говорится. Россию вот. Да, вот посмотрим на них. Дай бог, чтобы она была хорошая. Мне, как бы, хочется гордиться нашей страной. Знаете, я хоть и живу в Испании, но Россию я всегда перед испанцами защищаю. Вот. Хотя, знаете, когда девчонки наши начинают говорить, там у меня есть одна такая знакомая, что она там привозносит так Россию. Мы ее так иногда осаживаем. Вот, ну, типа, говорим. Ну, если так все хорошо, какого хрена ты тут делаешь? Вот. Но все равно, когда испанцы начинают что-то делать, они не то, что плохо говорят о России, просто мало кто знает настоящую Россию. Все еще думают, что там медведи по улицам ходят, и что там зима круглогодична. Вот. И поэтому, как бы, от незнания этого, вот все думают, что там того и этого. И вот я всегда начинаю доказывать, особенно, знаете, когда говорят, ой, в России там типа пьют. Я говорю, вы знаете, в Испании пьют больше. Я говорю, чтобы у нас вот так сесть за стол и выпить пивасика там не один бокал, а три, четыре и пять каждый день. У нас такого, как бы, я не встречала. Может быть, и есть. Не говорю про товарища алкоголиков, а алкоголики, они есть везде. Вот. Я говорю, мы, если сядем праздник, то да. Просто знаете, что смущает? Они здесь очень редко пьют стопочками, да. Они очень редко пьют чистую водку. Они ее разбавляют либо фантой, либо еще чем-то. Мы-то хрязь, и все, и зашибись. Я говорю, зато у нас следующий год. Ну, это отдельная такая полемика, отдельный разговор. И вот я все время всех уверяю, что мы не пьем много, что мы не... Что мы, не знаю, что, в общем, защищаем. Да, я Россию защищаю. А как иначе? Как иначе? Я не могу иначе. Вот так. Пойду кофейка. Тяпну. В общем, куда идем? Так как сегодня на улице шторм, у меня вчера в техосмотре сказали, что какая-то деталь там надо заменить. Вот сегодня муж поехал, говорит, к механикам, там все заняты. У всех очень много работы. Все машины по-новому мались, наверное. Вот. И говорит, что... Сосед. Молодой папу, скажем так. Ну, правда, молодой. Они такие молодая пара. Я не знаю, у них лет по 20. Уже два детей. Вот и Чарли гавкит на них. Гавку. Вот. И он как бы зарезервировал там у кого-то время. Бейнаки, Чарли, бейнг, суй. Бейнг, суй. На 4 часа. Чтобы мне эту деталь сделали. А вот на маску. Я уже грешу. Ну, вот что у меня ее спер. Она вот нависит на своем месте. А я уже вот спер мою маску. Так что едем к механику. Не знаю, сколько мне это обойдется. Но лучше, знаете, сделать какую-то деталь, чем ездить и думать, вдруг сломается по дороге. Пока ремонтируют машину, я решила приехать в Валди. Потому что здесь должны были привезти, знаете, что? Душ. Душ. Вот эту вот головку для душа. Вот. Потому что у меня дома такая здоровая, не могу, и я неудобно с ней. Поменьше надо. Только вот где? Я еще не привезу к этому магазину. Поэтому так вот хожу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавляю сейчас масло И ставим на обжарку И обжариваем все Такой запах пошел Мммм Потом когда немного поджарится Добавлю томаты И томатную пасту Разбавлю водой Добавлю тоже немного Для вкуса Когда осьминожек сварился Он у меня маленький Поэтому 5 минут отварился Туда кинула чеснок 2 зубчика чеснока И лука И добавляю картошку Чтобы она тоже там поварилась С осьминожком Немного поджарилась Добавляем помидоры И ставим еще Для поджарить Теперь вытаскиваем Все вот это вот Безобразие Вот так вот Ой Полный Их наверное лучше Вилкой вытащить Чтобы вылилось Все Оттуда изнутри Смотрите Они какие розовенькие Красивенькие Это потому что От своего цвета Они такие красивые Я ничем это все Запах стоит Аж все мухи Слетелись Заразы В общем все достаем Оттуда Нам это Не надо Вернее Бульон Оставляем Он нам еще Понадобится Потому что Сейчас все это Будет продолжаться На сковородке Осьминожек Порезать надо Порционно Как вы любите Хотите покрупнее Хотите помельче Блин Это уже можно лопать Это уже вкусно Ой Не могу Вот Оксаночка Да Да А сюда мы сейчас Добавим Наши томаты Разведенные Вот И немного тоже Пожарю Так Теперь мы сюда Добавляем Я все перелила В этом В общем Сковородочку Вот Порезала Вот такими порциями Попробовала его Кстати мягенький Хорошенький Теперь Добавляем сюда Ложку Немножечко Так вот Чтобы для Муки Все это Перемешиваем Вот Быстренько Так Чтобы мука Смешалось И не было Никаких Комочков Вот Теперь Добавляем Паплику Ой какой запах Ой Паприка Боже Какой вкус Ммм Ммм Какой аромат Копченостей Такой Пошел Паприка Пошла Полстаканчика Белого вина И все это Мешаем Потому что Полстаканчика Вина Помешиваем Вина Ой боже Как вкусно будет Я уже представляю Пошел Вкус Брашки Запах Брашки И Добавляем Бульон От Пульпа Чтобы У нас Такой Соус Получился Вкусный 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 Боже Это уже вкусно Кстати А солить когда? А солить когда? А солить когда? Когда вот эти все процедуры сделали Можно уже и посолить А посолить Посолить И наверное попробуем на вкус Боже Муж Офигеет Скажет Это кто приготовил? Ммм Какой соус вкусный Ммм Теперь добавляем сюда Наш пульпу Осьминожек Перемешиваем Перемешиваем Играем все время с огнем Где побольше Где поменьше А как иначе? Перемешиваем Все Перемешиваем Картофан добавляем Тоже сюда Теперь Картофан Боже это что ж такое то? Кстати я первый раз готовлю Вот это вот Блюдо Я думаю что это просто шедевр Какой то Без лука Без чеснока Картофан Все это перемешиваем Чтобы смешались все вкусовые ощущения И минуты 4 оставляем Чтобы было это все Плюх 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 Офигеть Друзья Ну вы видите что получается а? Вы видите вообще этот Кулинарный Шедевр Ммм Потому что запах стоит просто Офигеть какой Картошечку можно поменьше сделать Так она уже вареная Поэтому Это просто чтоб смешались вкусовые Вкусы И все друзья готово Все готово Вернулась прогулки Вы знаете Сегодня не так жарко Как всегда Я даже сегодня не включала Вентилятор Хотя У меня и дома почти не было Да все таки И гулять было прям так кайфово Вообще Прохладненько Хорошо Ну как прохладненько Ну нормально Вообще Кайф такой Вот не жарко Не душно Прям Бо Вот села уже Сейчас буду монтировать Устала моя рыба Устала Да Числятки Я представляете Сегодня Гуляла без телефона Вы представляете Как это так Вот сейчас сижу и думаю А что тут А тут ни хрена ничего Я никому не нужна была Нет ни ватсапов Ничего Ни фила нету Вот так вот Никому я не нужна Целых полтора часа была Ой ладно Прощаюсь с вами до завтра Всего самого лучшего Ставим лайки Пишем комментарии Обязательно 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 Подписываемся Всем пока пока До завтра